Йога для особенных детей, наставник для трудных подростков, музыкотерапия для людей, переживших онкологию. Все это идеи томичей, которые получили президентские гранты на развитие направлений в этом году. В числе победителей 18 некоммерческих организаций. Каждой досталось от 400 тысяч до 4 миллионов рублей. Ну а как развиваются проекты и чем они помогают жителям региона, узнали Яна Попова и Юрий Рылов. На каждой перемене он со мной пытается драться, выхватывать мои вещи. Она меня уже достала. Принижает что-то делать, но надо как-то было ее проучить. Конфликт одноклассников Вики и Арсена нарастал как снежный ком несколько недель. Итог – разбитый телефон и взаимная ненависть. Унять неприязнь молодых людей пытается медиатор. Ситуация вымышленная, но распространенная. Разбирать шаблонные ссоры подростков, чтобы предотвратить вражду уже по-настоящему, студентам, медикам, юристам и социологам приходится ежедневно. Они – волонтеры ресурсного центра согласия. Некоммерческая организация в этом году выиграла президентский грант почти в 3 миллиона рублей на развитие проекта по созданию территориальной службы примирения. Территориальная служба примирения существует в России и во многих регионах. Так случилось, что в Томской области такой службы не было. Мы пытаемся отработать модель территориальной службы на базе некоммерческой организации. Механизмы разрешения конфликтов между детьми работают по схеме сопровождения. Дети из неблагополучных семей, сироты и трудные подростки обретают наставника. Волонтеры-медиаторы помогают им подтянуться в учебе, наладить общение со сверстниками, включиться в общественную деятельность. Ребята рассказывают, иногда их подопечным банально не хватает общения. Где-то нужно позвонить и спросить, как у них дела, где-то сходить вместе в кино или по магазинам. За два с половиной года работы ресурсного центра «Друга» в лице волонтера нашли 75 ребятишек, оказавшихся в конфликтных ситуациях со сверстниками, педагогами и родителями. Такая практика томичей в прошлом году стала призером всероссийского конкурса «Наставник». Александр Сергеевич именно так представляется воспитанник Томской школы Эврика. Вторую неделю учится стучать в барабаны. Страсть к инструменту, говорит, возникла недавно, хотя оркестр из числа учащихся появился еще в прошлом году. Музыка, она может так же, как и поднимать настроение, когда ты грустный, и успокаивать. То есть музыка, она очень, ну, как бы, помогает хорошо, ну, в жизни как-то. Музыка помогает ребятам адаптироваться в социуме, уверяют руководители оркестра. Под такое гиды Томичи представили проект в фонде президентских грантов и тоже выиграли. Правда, всего полмиллиона, но этих денег точно хватит для покупки струнных, чтобы коллективу флейтистов и барабанщиков присоединились скрипачи и гитаристы. Мы не ставим задач добиваться какого-то профессионального результата. Большая задача – это социальная интеграция детей в школьном пространстве. То есть для того, чтобы они учились взаимодействовать между друг другом, для того, чтобы они учились общаться, ну, какие-то вот навыки коммуникации. В оркестре «Эврика» наряду с воспитанниками одноименной школы в скором будущем будут играть ребятишки из центров помощи детям, оставшимся без подвечительства родителей. Всего президентские гранты в этом году получили 18 некоммерческих организаций Томска. Направленность проектов разная. Благодаря фонду общественники помогают адаптироваться в социуме детям с ограниченными возможностями, защищают права аутистов, оказывают психотерапевтические услуги людям с онкологией, направляют студентов в бизнес, проводят интерактивные мероприятия школьников с писателями и поэтами и даже открывают для ребятишек бесплатные секции для занятий подводными видами спорта.